Ремонтные и дорожные работы, поставка в организации области медицинских изделий и продуктов. В правительстве Верхневолжья подвели итоги конкурентных закупок товаров, работ и услуг органам государственной власти в минувшем году, а также поставили задачи на 2023. Тема продолжит Наталья Чегет. Конкурентные закупки подразумевают под собой процесс приобретения продукции, в котором могут участвовать сразу несколько поставщиков. В прошлом году наибольшая сумма из общего объема средств, более 10 миллиардов рублей, пришлась на контракты с тверскими поставщиками. Кроме того, местные поставщики участвовали в закупках заказчиков Центрального федерального округа. По Центральному федеральному округу Тверская область хорошо смотрится в показателях состоявшихся процедур, которые приводят к результату, то есть к конкретному контракту и исполнению. Это первое. И второе – привлечение именно тверских производителей на государственные муниципальные контракты. Тоже показатели достаточно высокие по ЦФО. На заседании говорили о развитии практики овсетных контрактов. Это вариант государственно-частного партнерства, в рамках которого госзаказчик в течение определенного срока гарантирует бизнесу закупку производимых им товаров или услуг в определенном объеме. Кроме того, овсетный контракт предусматривает встречные инвестиционные обязательства поставщика. Например, создать или модернизировать производство товара в регионе. Овсетные контракты не только развивают инвестицию региона, но и позволяют экономить бюджетные средства. Это важно, особенно в тех моментах и годах, когда у нас бюджет немножечко с дефицитом. Овсетные контракты – это не только закупки, это и экономика, это и финансы, и работа над расчетом. Не только критерии, по которым отбирать инвесторов и заключать данные контракты, но еще рассчитать это все. Сейчас в Тверской области сформирован перечень потенциальных поставщиков в рамках овсетных контрактов. Это производители кирпича, фасадных систем, асфальта бетона, изделий сферы деревообработки и других товаров. В 2022 году общий объем средств госзакупок Тверской области составил более 27 миллиардов рублей. Это 96% от запланированного объема средств. При этом мы хотим более активно внедрить функцию контроля и исполнения заключенных контрактов, потому что мы также понимаем, что одно дело – это заключить контракт, разместить средства, а другое дело – выполнить его в том объеме и с тем качеством, которое было запланировано. Это в том числе конкурентная процедура по строительству социальных учреждений, спортивных учреждений, автомобильных дорог, покупка расходных материалов. Это все бюджетные деньги и, конечно, это требует повышенного внимания, прозрачности. Эксперты, присутствовавшие на заседании, говорили о подготовке компетентных специалистов, работающих в сфере государственных закупок. Необходимо постоянное обучение работников контрактных служб, контрактных управляющих, то есть тех специалистов, которые непосредственно на местах, в организациях занимаются закупочной деятельностью. Законодательство меняется, нужно все время держать, что называется, руку на пульсе и действительно не допускать ошибок, нарушений. На заседании презентовали проект графика госзакупок Тверской области на этот год. Среди приоритетных направлений – ремонт дорог и мостов, строительство межпоселковых газопроводов, поставка в учреждения здравоохранения, медицинского оборудования и лекарственных средств, строительство и капитальный ремонт социальных учреждений. Продолжение следует...